Хорошенько, да. Силы остались, Никит. Сможешь? Давай вместе. Вот так. Отлично. Отлично, мой хороший. Молодец. Никите уже 18, и для мамы Лены сын всегда был надежной опорой. Он любил повторять, я же мужик в доме. Мы давно в разводе с мужем. Наша семья – это я, Никита. Он хотел всегда меня как-то поддержать, порадовать. Всегда находил какой-то способ настроения поднять. Я говорил, что да, мам, у меня все получится. Все будет хорошо. Что на самом деле произошло в тот роковой день 30 апреля 2017 года, до сих пор не ясно. В тот вечер Никита был дома с другом. Мама Лена гостила у родственников. Ближе к ночи ей позвонили и сообщили, что ее сын лежит на траве возле дома. Никита выпал из окна на 10 этаже. Врачи буквально собирали его по частям. Это невозможно даже стол таких подобрать. Просто. Когда он стал открывать глаза и смотреть, да, первое, у него было недоумение. Он смотрел на меня, да, мама объясни, что случилось. Вот, я вот это видела, вот взгляд. После реанимации Никите приходится всему учиться заново. Помогай, держись. Давай, поймал равновесие сам. Давай. Давай, 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 мой хороший. Давай. Мама Лена успевает работать, чтобы самой оплачивать сыну, няню и многочисленные курсы массажа, ЛФК, занятия с логопедом. Однако, чтобы Никиту не мучили боли, чтобы он продолжал делать успехи, нужно очень много денег. Тогда мама обратилась за помощью в хоспис «Дом с маяком». Мы взяли нас под опеку, когда мы испытали сначала облегчение, что мы не одни, нас настроили на то, что не надо бояться, надо продолжать жить. Я вижу своего Никитку здоровым, успешным, на своих ножках, с его шикарной улыбкой. Хотите помочь Никите Снеховскому? Отправьте в благотворительный фонд «Дом с маяком» смс на номер 1200 с суммой пожертвования. Например, «Маяк 500». И не забудьте ответить на смс-подтверждение, иначе ваша помощь не дойдет.